Микеланджело Батали Микеланджело Батали По прозвищу Кавалер Де Арпина Он стал известен картинами Со сценами бытового жанра Затем примкнул к группе Бомбачанти, возглавляемой Фламандцем Питером Ван Ларом Которого за карликовый рост И округлые формы тела Прозвали Карапузом Художники разрабатывали низкий жанр Живописи, писали картины с изображением Сценок и забыденном жизни Бродяг, призвящихся детей Странствующих актеров Крестьяна, нищих, решенных С юмором и некоторой долей Сентиментальности Художников Бомбачанти Называли малыми караваджистами Черквотци также не избежал влияния Караваджи, как и многие живописцы Его времени Однако, в отличие от многих Черквотци в своих картинах проявлял Сочувственное отношение к простым людям И скромным событиям На Тюрмортах живописец соединял Мертвую природу с элементами пейзажа В 1634 году Микеланджело Черквотци Стал членом Академии Святого Луки В Риме Посещал академические собрания до 1652 года Хотя никогда не следовал их строгим правилам Начиная с 1630 года Черквотци постепенно получал признание Он приобрел видных покровителей И получал заказы от аристократических семей Из его учеников известны Матео Бонничелли И Джованни Франческо Джерарди Под его влиянием работал живописец Микеланджело Дель Кампидолио Черквотци не был женат и остался бездетным Когда он умер в Риме 6 апреля 1660 года В собственном доме Расположен недалеко от площади Испании Он оставил после себя Значительное состояние Вот так вкратце из Википедии О Микеланджело Черквотци Микеланджело Делла Батали В итальянском живописце эпохи Барок Пока-пока, до свидания Всего хорошего, смотрим, работаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok